Всем привет! Ну что, продолжим вспоминать российскую танцевальную музыку, которую мы слушали в конце 90-х и в начале нулевых. И еще раз напомню, что я рассказываю только о личном опыте знакомств с музыкой. Начнем! Вот мы и дошли до 99-го года, и сколько же нам сегодня предстоит вспомнить, перед тем, как мы перейдем к не менее интересным релизам нулевых. Так что не будем задерживаться и начнем. И если ты вдруг не смотрел предыдущие две серии, я думаю, ты уже понял, где их искать. В прошлом выпуске я немного напутал года. Спасибо вам, что в комментариях меня подправили и рассказали, кто же был такой диджей Гудвин, а также поделились интересными подробностями по поводу некоторых групп. И да, ошибочка вышла в отношении отпетых мошенников. На самом деле, альбом «Всяко разно» был не первым. Первый вышел на год раньше, в 97-м году, и назывался «Из цветного пластилина». Просто он не особо был известен, потому как именно в 98-м году группу начал продюсировать первый канал, и он же снял им несколько клипов. Ну а теперь давайте, наконец-то, уже перейдем к 99-му году. И раз мы начали говорить про отпетых мошенников, то давайте с них и начнем. В 99-м году они выпускают свой третий альбом под названием «Фигня», в котором были такие хиты, как «Люби меня, люби», «Жарким огнем», «Ночью и днем», а также «Двигай телом», «Все надо, надо, надоело», «Двигай, двигай, двигай, двигай тело», и «Муму». «Если бросишь ты Муму, то она пойдет ко дну». Ну и это еще не все. В конце года парни выпускают кавер на песню европейской группы FL-65 «Амблю». Только у отпетых мошенников она называется «Люблю». Эх, помню, как мы плясали под нее на школьных дискотеках. И только в 2000 году я узнал, что эта песня лишь кавер. Вот такой вот сборник я купил у отпетых мошенников в конце 99-го года. Просто из-за того, что мне понравилась песня «Люблю», мне захотелось приобрести их альбом. Я тогда думал, что это альбом, но это была всего лишь пиратская фигня какая-то, которая называлась «Полные любви». На самом деле такого альбома не существует, но в те годы мы не могли это никак проверить, не могли залезть в Википедию и посмотреть официальную дискографию той или иной группы. Поэтому нам часто подсовывали пираты различные сборники, где добавляли пару новых песен, ремиксов, и могли это назвать как бы альбомом полноценным. Но на самом деле это был просто the best с добавлением каких-то новых песен. Группа «Иван Купала» появляется в 99-м году с треком «Кострома». Следующий трек назывался «Коли Да». Меня сразу привлекла их музыка, так как она включала в себя не только душевные этнические напевы и отличную современную музыку, в которой можно было услышать и нотки транса, а также хаоса. В общем, проект был очень самобытный и уж точно не похожий на «Надежду Бабкину» или «Золотое кольцо». Группа «140 ударов в минуту» появляется в этом году со своим главным хитом «Тополя». И тут же выходит их первый альбом «На одном дыхании». Об альбоме сказать нечего. Никогда не был большим поклонником этой группы. Уж совсем порой у них были ужасные тексты. Ну и треки многие были похожи друг на друга. Но сингл «Тополя» я очень люблю. Это, на мой взгляд, их лучшая работа. В то время их любили малолетки, как раз-таки за колбасную музыку и понятные всем тексты. Да и медляки у них были в дворовом стиле, который тогда очень-очень-очень любили, особенно в провинции. И примерно что-то похожее играли на гитарах во дворах. Также хочется упомянуть, что именно в этом году вышел, наверное, единственный и самый известный хит от Натальи Власовой «Я у твоих ног». Ой, простите, это кавера от Егора Крида 2018 года, что лишний раз говорит о популярности этой песни. А вот, собственно, сам оригинал 99-го. «Я у твоих ног» Стрелки в этот год были очень продуктивны. Ну или их продюсеры и авторы, потому как у них выходит за год аж два полноценных альбома. Первый из которых назывался «Все по». Самые известные треки на альбоме были «Ты бросил меня», «Красавчик», «Сестренка». Следующий альбом назывался «Шипы и розы». В нем самые популярные треки были «Нет любви». «Нет любви», «Нет жизни», «Счастья», «И винить не столь». «И я хорошая». По сути, мотивы большинства треков напоминают народные или застольные песни. По крайней мере, гармонии были именно такими. Но вот только представьте эти песни под гармошку, и вы сразу поймете, о чем я. «Я хорошая», «А ты меня не любишь». «Я люблю тебя», «А ты такой плохой». У гостей из будущего выходит танцевальный хит «Нелюбовь». Треки по сей день звучат очень круто. Текст, исполнение, оранжировка – все это на голову выше, чем у тех же групп, как «Вирус» или «140 ударов в минуту». В этом же году у гостей выходит альбом «Беги от меня», который я так и не послушал в то время. Жаль, я тогда не понимал, что они делают танцевальную музыку намного качественнее многих других российских артистов. В этом же году выходит у хай-фая первый альбом, который так и называется «Первый контакт». По сути, сложно хай-фай вообще назвать стопроцентной танцевальной музыкой, но там был трек «Пионера», который на самом деле качал и, несмотря на то, что там было не особо много слов, он был стопроцентным танцевальным треком. Главными хитами на альбоме были трек «Не дано», о котором я рассказывал в прошлой программе, а также «Беспризорник». Еще раз скажу, что у группы было действительно высокое качество звучания. «Руки вверх» выпускают свой третий альбом «Без тормозов». И как всегда, как раз перед летом. И, конечно же, все лето проходит под него. В новый альбом Жуков и Потехин реально постарались внести что-то новое. На главной песне «Без любви» они добавили вместо привычного проигрыша гитарный рип, что и стало фишкой песни. Во многих треках вообще проигрыши состояли из различных звуков, которые просто ложили на ритм. Короче, начали звучать более агрессивно и кислотно, как мы говорили тогда. В альбом также вошли такие хиты, как «Назови его, как меня». Кстати, в этом клипе у них снялись на тот момент неизвестные актеры Чулпан Хаматова и Александр Носик. Также на пластинке были хиты «Я не отдам тебя никому», «Атаман», «Дома не сиди», «Полечу за тобою». Короче, как всегда, почти из одних хитов состоял альбом. Конечно же, никуда не делись треки, в котором была в основном музыка, но и она была вполне прикольная, несмотря на то, что скорее делали ее для расширения трек-листа, чтобы это могло называться альбомом. Тут же и появился трек, который исполнял Потехин, песенка номер два. В общем, альбом звучал лучше прежнего и был не менее успешен. Также в 99-м году у группы «Руки вверх» выходит еще один альбом, который называется «Crazy». Помните такое, а? Не удивляйтесь, если не помните, потому что это чисто пиратская подделка, в которой, в принципе, вошли песни, которые «Руки вверх» ранее написали, до еще первого альбома, когда еще назывались «Дядюшка Ray Company». И там они все на английском и сделаны в стиле тогда популярного евродэнса. По сути, довольно-таки любопытно было послушать, и мне понравилось, что пираты добавили сюда, не знаю, где они нашли, официальные минусы песни «Чужие губы», «Крошка моя» и «Ну где же вы, девчонки?». Было любопытно послушать, собственно, эти минусы. Я и сам, будучи малым, перепевал эти песни на аудиокассетах. Хорошо, что тогда не было интернета, и это все никуда не ушло, а осталось на этих же кассетах. Но мне нравится обложка, пираты молодцы. Пираты молодцы, постарались, сделали прикольную, на мой взгляд, обложку. Даже, наверное, лучше некоторых официальных обложек, которые делали группа «Руки вверх». Не в обиду, конечно, группе. Также Сергей Жуков где-то написал, что это, мол, был их прежний бродюсер, который решил им поднасрать и выпустил этот альбом, в котором, как писал Жуков, были демо-записи и песен на английском, который они записали еще в 93-м году. Короче, если релизы не пиратские, то как минимум неофициальные, и «Руки вверх» к нему не причастны. Что, конечно, нельзя сказать о песнях, которые записаны на нем. Группа со странным на тот момент названием «Дискотека Авария» выпускает клип с Ляпи Струбецким «Ты кинула». Ляпиц всегда удивлял тем, что, несмотря на то, что считался все же скорее рок-музыкантом, часто сотрудничал с поп-артистами, за что я ему всегда респектовал. Потому как считаю, что ставить себе рамки и делить на жанры музыку как минимум глупо. В этом же году у «Дискотеки Аварии» выходит первый альбом «Марафон». И он просто взрывает такими хитами, как «Давай, Авария!» «Давай, Авария!» Труба зовет Течет ручей со лба Трубит моя труба И я не знаю наперед, куда моя труба меня зовет Некуда деваться Ну и, конечно, песня новогодняя, которая становится в будущем главной песней Нового года в России. И в этом году ей исполняется ровно 20 лет. Думали ли тогда ребята, что эта песня станет настолько популярна, что без нее не будут обходиться новогодние праздники? Думаю, нет. Так как только через годик они создают новую версию трека, которая и стала гимном Нового года. Так что ту песню, которую мы привыкли слышать в празднике, это не оригинал, который был на первом альбоме. Но разница у них небольшая. Самое, что заметно, это проигрыш. Вот какой он был в оригинале. А вот каким он стал в ремиксе. Который позже перестали считать ремиксом или просто забыли или забили на это. Короче, альбом получился отличным. Лично мне еще запомнились такие треки, как «Почему любовь уходит» просто отличный инструментал. И песня «Не плачь» с очень забавным текстом. Солнышко группы «Демо» просто взрывает и звучит из каждого утюга в 99-м году. Да что говорить, треки сейчас можно услышать, так как он твердо укрепился в списках классики танцевальной музыки 90-х. В этом же году выходит трек «Не хуже», «2000 лет». И следом выходит альбом с незатейливым названием «Солнышко». И также еще один клип на один из треков альбома. Демо звучали очень модно, а мотивы треков не напоминали народные песни, как это было, например, у «Стрелок». Аранжировка была богаче и интереснее, опять же, многих похожих групп. Да и на солистку было приятно смотреть и слушать. В общем, «Демо» была модной группой с прогрессивной и интересной музыкой. Также хочется вспомнить группу «Ультра» с песней «Ультрафиолет». Классный был трек. С клипом я ознакомился чуть позже. Вы только посмотрите, какие мужественные ребята. Наверное, в ВДВ служили или работали за станками до того, как вышли на сцену. И одеты в рабочие жилеты. У группы «Иванушки Интернешнл» выходит третий альбом «Я буду кричать об этом всю ночь». По сути, они всего лишь год отдохнули после того, как умер Сергей Сорин. То есть в 98-м году у них не выходило альбома. И вот только в 99-м году вышел третий альбом. И об этом я буду кричать всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь. Песни, которые мне больше всего запомнились с альбома, это, конечно же, «Снегири», «Которая нигири». «Снегири» улетят и небо. «Два океана». «Два бездомных океана огла». «Зима», «Небо». «Ты небо!» «Ты небо!» И, конечно же, «Тополинный пух». «Тополинный пух, шарай!» И очень душевная песня в память о Игоре Сорине «Ты рядом». «Птицы летят высоко», «Я тебя никогда не забуду». «Птицы летят далеко», «Я тебя никогда не забуду». «Иванушек» я особо никогда не слушал, особенно после первых двух альбомов. Но, на мой взгляд, пластинка получилась неплохой. А песня «Я буду кричать об этом всю ночь» через несколько лет перепели группа «Корни». Не знаю, зачем я это добавил. «Я очень сильно люблю тебя». Группа «Ахи-вздохи» выпускает свой, наверное, самый известный трек «Малолетка», который мне никогда не нравился, но все же был очень популярен в тот год. Почему я и не могу его не упомянуть? Певец Никита или Никита выпускает свой трек «Улетели навсегда», где была прикольная музыка, но сам вокал и исполнение мне тоже никак не заходил. Также в 99-м году выходила куча пиратских сборников, в том числе и вот такой вот сборник, который назывался «Новые звезды». Вот именно в 99-м году он вышел. Мы частенько слушали и покупали этот сборник, потому что там было много неизвестных, малоизвестных артистов. И, по сути, именно там мы слышали эти группы. Например, первый раз именно вот на этой кассете я узнал о такой группе, как «Револьверс», ну, это которые сделали группа «Руки вверх». И также тут вышел первый трек группы «Пацаны Тамагочи», которую тоже продюсировал Сергей Жуков и Алексей Потехин. Позже у них выйдут альбомы. Ну, об этих альбомах я обязательно расскажу в следующих выпусках. Но вот хотелось просто вспомнить вот о таком вот замечательном сборнике, который вышел в 99-м году. «Русский размер» выпускает мой любимый альбом «650». Также еще вышла версия альбома «650.2». Но там были все те же песни, за исключением парочки новых. Так что на этом зацикливаться не стоит. Почему эта пластинка стала моей любимой? Ответ очень прост, потому что на ней было много вот такой вот крутой музыки. Также в альбоме есть офигенная песня «Он уже далеко», которая, как выяснилось, была лишь импровизацией. Наверное, поэтому у нее нет куплетов, лишь только шикарный припев. «Он уже далеко, ни за что не достать». Именно в этом альбоме вышли такие хиты, как «Весна», Ну и, конечно, легендарный «Ангел дня». Также там был ремикс на песню из первого альбома «You are you». Короче, получился отличный альбом с агрессивным рейвом и с парочкой мажорных припевов, которыми группа всегда любила разбавить некоторые свои песни. «Просто ты не сказал свои слова, просто ты не сумел ответить здесь, ты бы мог утонуть в ее глазах». Несмотря на то, что мажор не очень любит у нас в стране, ведь не просто у тех же «Руки вверх» нет ни одной песни в мажоре. Может, поэтому русский размер был неким андеграундом в танцевальной музыке. «Вирус» в 99-м году появляется со своим альбомом «Ты меня не ищи». По сути, тут очень простое оформление, но, тем не менее, сделано довольно-таки со вкусом, на мой взгляд. Люблю минималистичность в дизайне. «Вирус» сразу же покорил многих любителей незамысловатой танцевальной музыки, каким был и я. В альбоме было 12 треков, два из которых было короткое интро и трек «Вирус А», который больше напоминал нам тогда африканское племя, танцующее у костра и мычащее этот мотив. Главными хитами альбома стали трек «Ты меня не ищи». «Ты меня не ищи», «Я страдать и плакать не буду». «Все пройдет», «Все пройдет», «Скоро все пройдет», «Подожди еще, ведь знаешь, где мне лечить». Ну и, конечно же, «Ручки». Короче, альбом представлял из себя нечто похожее на «Руки вверх», но даже тогда было заметно, какие бедные аранжировки были у «Вируса», по сравнению, например, с группой «Демо». Реально, казалось, все из чего состоял трек – это ударные бас, пэды и син для проигрыша. Но группа ведь только появилась, и неизвестно, была ли у них возможность на тот момент сделать лучше. Так что придираться глупо, да и людям понравилось, а это главное. Группа «Кармен» выпускает свой новый альбом «Назад в будущее». И нет, это никак не связано с фильмом. По сути, этот альбом состоял из хитов группы за 10 лет, которые просто сделали современные обработки и полностью перепели заново. И можно смело сказать, что получилось хорошо. Лондон, гудбай! Лондон, прощай, я здесь чужой. Только воли блются, а берег крутой. Чио-чио, сам я хочу быть с тобой. Париж, Париж, мой славный, той Сан-Франциско, город-стильный диск. Короче, на мой взгляд, ремиксы удались. Мне очень понравилась песня «Это Сан-Франциско», «Лондон, гудбай», как они сделали, усовременили это. И нынешние ремиксы, которые сейчас поют на дискотеках 90-х, мне уже не очень нравятся. Я считаю, что лучше всего они звучали именно в этом альбоме «Назад в будущее». На этом наш очередной выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно. Я вижу, как людям нравится эта рубрика, несмотря на скромные просмотры. И мне очень приятно, что многие ждут новых серий. И могу смело сказать, что они обязательно будут. Главное, подпишитесь и поставьте лайк. Ну и от комментариев я бы точно не отказался. В общем, теперь у вас появилась возможность поддержать проект. Никого ни к чему не призываю, просто добавляю такую возможность. Все оставлю в описании. Спасибо. Всегда с удовольствием читаю комментарии, которые вы оставляете под видео. Позабарил один комментарий, где один использователь написал, ну, очень старенький уже, и надо срочно выпускать новые выпуски, потому что он боится не дожить до них. Так что, надеюсь, дай бог тебе здоровья, и ты посмотришь все выпуски этой программы, потому что я думаю, что я хочу, конечно, выпускать их гораздо чаще, но, к сожалению, не получается. Очень сложно найти на это время, учитывая, что канал еще пока в зачаточном состоянии, и его надо развивать и развивать. Поэтому спасибо, что поддерживаете, ставите лайки, комментируете. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok